От 120 до 130 тысяч россиян за последний год переехали в Грузию. Для того, чтобы получить вид на постоянное жительство, им достаточно приобрести недвижимость на территории страны. В статусе туристы они могут находиться в Грузии не более 12 месяцев. Смутные сомнения насчёт того, что должно случиться и как это должно случиться в России, чтобы туда вернуться. Пока что я себе снял квартиру на полгода. Вот сегодня мы ходили, открывали юрлицо. Теперь, грубо говоря, предприниматели почти что. Но ближайшие полгода я здесь. Дальше будем смотреть по обстановке, что вообще происходит в России. За прошлый год россияне зарегистрировали в Грузии почти 15 тысяч предприятий и купили 6707 квартир. Это следует из данных Министерства юстиции Грузии. Большая часть выехавших возвращаться не планирует. Когда я вспоминаю некоторые моменты поведения в Санкт-Петербурге нашей доблестной полиции, администрации, властей и так далее, мне никак не хочется туда возвращаться. Переезд такого количества относительно обеспеченных россиян в сравнительно бедную страну с населением всего 3,7 миллиона человек увеличил ВВП Грузии на 10%. Но и создал напряжённость, так как многие считают, что Путин впоследствии может использовать предлог защиты русских в Грузии как повод для вторжения. Мы можем видеть некоторое их, россиян, влияние на нашу экономику, которое стимулирует спрос, являющийся, возможно, сейчас самым большим драйвером нашей экономики. Всё было, есть и будет плохо. И я надеюсь, что это скоро закончится, эта оккупация. В свою очередь грузинская оппозиция обвиняет правительство и правящую партию в попустительстве притока сотен тысяч русских, приезжающих в страну с непонятными и подозрительными целями, пишет Сибирь Реалии. Сегодня мы имеем неконтролируемую ситуацию не только над перемещением граждан между Россией и Грузией, из России в Грузию, но и неконтролируем миграционный процесс, который происходит в действительности. И это то, что необходимо изменить. Экстренную репатриацию для россиян с 1 мая отменил Израиль. Им также больше не удастся въехать в Чехию, Латвию, Литву, Эстонию и Финляндию. Последняя уже возводит по всей протяжённости финско-российской границы забор высотой 3,5 метра. Ситуация на финско-российской границе была стабильной и остаётся стабильной в настоящее время. Но в этой полностью изменившейся ситуации Финляндия должна иметь более надёжный и более независимый пограничный контроль. Финляндия должна меньше зависеть от российского пограничного контроля. И мы готовимся к гораздо более сложной ситуации на границе. Например, к масштабной миграции. И для этих целей необходимо пограничное ограждение. После скандала в Аргентине, связанного с родильным туризмом, власти страны стали отзывать вид на жительство у уехавших из страны вскоре после рождения ребёнка россиян. Таких около 7 тысяч. В целом, по данным Министерства иммиграции, с начала прошлого года в Аргентину въехало более 22 тысяч российских граждан. Более 10 тысяч из них беременные. Мы отменяем вид на жительство тех, кто получил его как родитель аргентинца. Если они провели больше времени за границей, чем в Аргентине. Российский аналитик Иван Преображенский говорит, что на сегодняшний день специальную визовую программу для россиян, настроенных против войны, создали только в Германии. Все остальные страны начинают ужесточать условия для граждан РФ. Соответственно, обязательно надо вид на жительство получать. Банки перестают работать с гражданами России, либо блокируют им международные любые операции и так далее. То есть сейчас все те возможности, которые были, для них начинают сворачиваться. И совершенно очевидно, что такой по мощности новой волны эмиграции на самом деле уже не будет. В этом году потенциал антивоенного сопротивления россиян по сравнению с прошлым стал еще меньше, говорит политолог. Поэтому при последующих волнах мобилизации попытки покинуть страны будут не такие масштабные, как осенью 2022-го. Россияне, к сожалению, после первой волны мобилизации в значительной мере смирились с происходящим. И многие из них, которые до этого, может быть, уехали бы, сейчас уже не уедут. Мало того, некоторое количество россиян, уехавших после первой волны мобилизации, вернулось и будут отсиживаться в России в надежде на то, что их пронесет. Наталья Белокудрия, Евгений Кармазин для телеканала Freedom.